Стремительное усиление государства и пропагандистской машины, милитаризм, практически ничем не ограниченное насилие, репрессии, подавление свободы слова – все это лишь отдельные черты кровавой идеологии, фашизма, который закрепился в 20-30-е годы прошлого века. Государство в абсолюте, государство на максималках, срастающиеся с личностью человека, перемалывающие судьбы, поглощающие всяческую волю и спонтанность без остатка. Тоталитарный цех по штамповке сросшихся с государством организмов, действующих и думающих по государственной указке. Травма Первой мировой породила небывалых чудовищ, которые принялись осуществлять свои дегуманизирующие проекты, каких еще не видывал свет. Впрочем, эти чудовища живы до сих пор, только уже в иных обличиях, в иных формах и странах, играющие в свои войнушки, реализующие свои новые омерзительные проекты, упивающиеся своим триумфом. Расчеловечивающий цех продолжает работу. Именно таким чудовищем и противостояли анархистки и анархисты. Они боролись за освобождение женщин не посредством государственного аппарата, не договариваясь с властью, а вопреки усилению власти. Я расскажу, как испанские анархистки Мухерес Либрес объединили борьбу против фашизма, патриархата и капитализма в единую борьбу за свою свободу. Нельзя просто так взять и проигнорировать гражданскую войну в Испании, ведь тогда вам будет довольно сложно разобраться в хитросплетениях мировой обстановки того времени. Неспроста многие исследователи называют гражданскую войну в Испании разминкой или репетицией перед Второй мировой. Ведь, как я уже упоминала в первой части, это была поистине грандиозная битва между двумя политическими силами. На одной стороне оказались левые от республиканцев до анархистов, а на другой фашистские орды генерала Франка при поддержке Гитлера и Муссолини. Но это были не только военные действия и вышеупомянутое противостояние. Социальная революция, творимая силами анархисток и анархистов, получила незаслуженно мало освещения в репортажах о гражданской войне и оставалась будто бы незамеченной долгое время. Что, конечно же, неудивительно, ведь государственной пропаганде, причем абсолютно любой, совершенно невыгодно, чтобы люди узнавали о существовании либертарных альтернатив. Так, испанский писатель Виктор Альба подчеркивал значение этой революции. Он писал, что испанская революция 1936 года, при всех ограничениях, налагаемых тем фактом, что она происходила лишь в одной части страны третьего эшелона и продолжалась несколько месяцев, была единственной рабочей революцией, которую знала история. Тот, кто поразмыслит над этим, освободившись от общепринятых клише, увидит, что ни одной рабочей революции не было прежде и ни одной не произошло с тех пор. Но вернемся непосредственно к войне. В 1932-33 годах по всей Испании уже вовсю полыхало пламя анархистского восстания. Восставшие захватывали городки и села и провозглашали там либертарный коммунизм. Уже к началу гражданской войны в июле 1936 года ИНКТ и Всеобщий Союз Трудящихся могли похвастаться тем, что в их рядах находилось от 860 тысяч до 1 миллиона сторонниц и сторонников анархистских идеалов. Этого было вполне достаточно, чтобы заявить о себе как о реальной организованной силе, способной оказать сопротивление франкистам. Как вы уже, наверное, поняли, но высиживать прекрасную анархию будущего, пока сознание всех людей волшебным образом не преисполнится великим либертарным светом, для анархосиндикалистов было не вариант. Да и смотреть на то, как стремительно фашализируется и милитаризуется окружающая реальность, было как-то невесело. Уж нам-то в 2024-м об этом не знать. Поэтому, судя по размерам организаций и их целям, стало совершенно очевидно, что правительственному режиму есть чего опасаться. После долгих лет авторитарной конституционной монархии и диктатуры Прима де Риверы, в 1931 году Испания, наконец, становится республикой. Первые два года страной управляла слабая коалиция центрийских и левоцентрийских республиканцев, которые не предпринимали никаких решительных действий. Вырисовывались два противоречия в настроениях. С одной стороны, рабочие и крестьяне, пребывавшие в большой нужде, все больше желали перемены и выхода из бедственного положения. С другой, традиционные силы в виде церкви, армии и землевладельцев требовали закрепления своих привилегий. Позже к власти пришли правые центристы, учинившие расправы над левыми революционерами. Но и эта власть не сумела успокоить общественные волнения. И в результате выборов в феврале 1936 года власти пришло правительство Народного фронта, при котором продолжался глобальный раскол на два полюса – левый и правый. Ни антиавторитарные социалисты, ни тем более анархисты не хотели занимать формальные должности в правительстве, которое, по их мнению, оставалось буржуазным. И вот 17-18 июля 1936 года генералы Франсиско Франко, Эмилия Мола Видаль, Кье Падальяна и Мнуэль Гадет предпринимают попытку военного переворота, дабы захватить власть в стране. Именно это и стало поворотным моментом во всей этой истории. Мятеж фашистских генералов получил жесткий отпор народных масс, особенно в регионах с развитым профсоюзным движением – Каталонии, Астурии и Мадриде. Мужчины и женщины, юноши и девушки бросились в вооруженные склады за винтовками, в которых им отказало государство, и шли против восставших военных с оружием, какое только смогли найти. Нужно понимать, что для анархистского движения гражданская война объединила сразу два фронта – фашистское наступление и борьбу против буржуазного уклада. Чуть позже мы увидим, что противостояние осуществлялось и еще против одного бесчеловечного режима, против все нарастающего влияния большевизма. Вообще, подобный сценарий развития событий анархистки и анархисты предвидели давно. Собственно, поэтому они и были к нему готовы, и по рассказам участниц тех дней, всю неделю до начала революции они буквально ночевали в залах профсоюзов и ждали призыва к оружию. В провинциях вроде Каталонии, где анархисты имели большое влияние, рабочие захватывали фабрики и производственные помещения. Последовала массовая народная революция. Гражданская война развернулась во всю мощь. В сельских районах рабочие организации экспроприировали крупные имения, мелкие землевладельцы обуществляли угодья и скот, а муниципалитеты устанавливали новые кооперативные системы земледелия. Вскоре миллионы людей стали жить и работать в анархических или социалистических коллективах, как в городах, так и в селах, обмениваясь товарами через кооперативы и преобразовывая структуру межличностных отношений. Трудящиеся захватывали фабрики и устанавливали полный рабочий контроль над ними. На некоторое время ополчение заменило армию, местные патрули выполняли функции полиции, а вместо уголовных судов заработали народные трибуналы. Подобные процессы преобладали в основном в промышленной Каталонии и Валенсии. Так, привычные правительственные институты были замещены комитетами антифашистского ополчения, состоявшими из представителей различных партий и рабочих организаций. Испанский писатель Хавьер Панегуа тоже отмечал уникальность революции, которая имела место во время Испанской гражданской войны. Он пишет, что Испания оказалась единственной страной в мире, где была предпринята попытка установить либертарную модель общества. Каталония, Валенсия, Арагон и некоторые районы Кастильи и Андалусии стали местами, где единственный раз в истории люди попытались жить в анархии. Хотя способы ее практической реализации представлялись ими по-разному. Вообще, вопреки всем гендерным стереотипам, огромное число женщин изъявило тогда желание бороться против фашистующих орд генерала Франка. Они реально были готовы брать оружие в руки и сражаться против фашизма. Многие из этих женщин становились ополченками и сражались на войне наравне с мужчинами. Очень важно понимать, что ополчение – это нетрадиционная армия. Есть одна большая принципиальная разница, и кроется она в защите социальной революции на благо всех людей. Как писал немецкий антифашист Ганс Эрих Каминский, ополчение – это военная группировка, которая вступает в гражданскую войну не ради абстрактных ценностей, не ради захвата территории и, разумеется, не для установления колониального господства, но скорее ради каждого отдельного человека. Однако мужчины к такому серьезному вызову традиционным гендерным ролям, к участию женщин в ополчении готовы не были. И что самое отвратительное в этой истории, развернулась даже настоящая компания по высмеиванию и шеймингу ополченок. Вот это солидарность 80-го левела, конечно. На некоторых публичных площадках и во многих изданиях ополченок ввиняли в том, что они идут в армию лишь ради занятия с работой. Их попрекали, что они подрывают здоровье и боевой дух мужчин на войне. Даже некоторые женские организации стали придерживаться девиза «Мужчины на войну, женщины за работу». Также ячейки коммунистической партии продвигали в массы мнения о том, что место женщины не на фронтах, а в ариргарде. При этом в качестве аргументов они заводили привычную шарманку о традиционных ролях, о том, что женщины хуже подходят для ополчения и помогли бы больше, заменив мужчин на производстве. Таким образом, несмотря на то, что некоторые ополченки и оставались на фронтах, большинство из них приняли решение, разумеется, под давлением организаций, вернуться к гражданской жизни и продолжить работу в тылу. Но вернемся к народной революции. Каталонские работяги продолжали захватывать фабрики для установления рабочего контроля. А во многих сельских районах крестьяне вообще прогоняли землевладельцев и захватывали поля. Анархисты предвидели, что очень скоро из-за забастовок и восстаний может закончиться еда, поэтому нашли выход. Были организованы пункты раздачи имеющихся продуктов и налажен бартер с крестьянами. Промышленные товары с фабрик менялись на еду. Полным ходом развернулась и коллективизация промышленности в соответствии с анархистским пониманием. Так, в Барселоне и ее окрестностях профсоюзы установили контроль фактически над всеми предприятиями. От парикмахерских до ткацких фабрик, от электростанций до булочных, от предприятий по заготовке леса до мебельных магазинов. Формировались фабричные комитеты. Комитеты рабочего контроля в производство начали внедрять новые технологии. Политику предприятия определяли общие собрания рабочих, а с повседневными делами управлялись выборные комиссии. Комитеты предприятий и вообще представляли собой качественно новый уровень организации. Они состояли из делегатов от каждого профсоюза и в той или иной степени управляли обобщественными фабриками. К сожалению, будет ложью сказать, что женщины достигли в этих рабочих комитетах и коллективах равенства с мужчинами. По факту, рабочие коллективы были очень далеки даже от цели равноправия и в гендерной, и в других сферах. Так, разница в зарплате, которую платили мужчинам и женщинам, тоже никуда не исчезла. Также, например, в текстильной промышленности, где большинство трудящихся были женщины, они продолжали занимать самые низкооплачиваемые должности. Своими заявлениями, что якобы мужская работа тяжела для женщин, мужчины просто-напросто вытесняли женщин с высокооплачиваемых должностей. Что касается сельских общин, то коллективным хозяйствам удалось сделать немало. Женщины активно участвовали в некоторых сельских общинах и даже занимали там ответственные посты. Степень их личной свободы стремительно росла, институт брака во множестве регионов упразднили, и работницы постепенно обретали все большую самостоятельность и возможности. Однако, стоит указать на то, как внешнеполитическая обстановка в мире влияла на ход гражданской войны и революции в Испании. Эти события, повторюсь, начались в 1936 году, когда Гитлер уже был у власти, а до начала Второй мировой оставалось лишь три года. Страны, в которых республиканская Испания ожидала увидеть своих союзниц, Франция, Англия, США, заняли нейтральную позицию, опасаясь поддерживать анархистскую революцию. Они отказались поставлять оружие и также запретили экспорт в Испанию товаров и ресурсов, которые могли иметь стратегическое значение. В тот же самый момент фашистское правительство генерала Франко, невзирая на эмбарго, каким-то магическим образом умудрялось закупаться нефтью и бензином у нефтяных компаний США. Кроме того, своего фашистского брата усиленно поддерживали Гитлер и Муссолини. Они снабжали армию Франко оружием, сырьем и мощной поддержкой с воздуха. В свою очередь, республика, а именно правительство Народного фронта, получало помощь от Сталина, и это, конечно, оказывало свое влияние на ход революции, в особенности для анархистов. Сталин активно поддерживал стратегию Народного фронта, который пытался заключить союз с капиталистическим западом против фашистов. Из-за этого в его интересах было снизить, если не подавить, революционную активность, чтобы преуменьшить значимость гражданской войны в глазах Запада, представить ее обычной борьбой демократии против фашизма. Так испанские коммунисты, а именно преданные фанаты Сталина, делали все, чтобы установить в Испании, в некотором смысле, копию сталинского режима, такой мини-советский союз со всеми прелестями советского рая. Таким образом, влияние испанской партии коммунистов росло, революционное объединение трудящихся постепенно вытеснял Народный фронт. В конце концов, они взяли откровенно контрреволюционный курс, противодействуя общинам и выступая в защиту частной собственности. Разговоры о единстве антифашистов становились все громче. Так, несколько членов НКТ и ФАИ даже были вынуждены вступить в правительственную структуру, что, конечно, шло вразрез с принципами анархизма. Контрреволюционная деятельность шла полным ходом, и в конечном итоге коммунисты задавили революцию. В Барселоне вооруженные отряды коммунистов напали на анархистов, арестовав некоторых видных деятелей анархистских организаций. Так НКТ обратились по радио к своим сторонникам с просьбой сложить оружие, чтобы не давать коммунистам нового повода для насилия. Мне очень понравилось, как те события прокомментировала анархистка Эмма Гольдман. В ее словах чувствуется вся боль и бесконечная ненависть к большевикам. Я знаю лишь то, что должна во все горло вопить, протестуя против шайки-убийц, направляемых Москвой. Они не просто пытаются выжать все соки из революции, из НКТ-ФАИ, но и умышленно подрывают антифашистский фронт. Я не знаю второго подобного преступления. Иуда предал лишь Христа, коммунисты предали целый народ. Ведь такое предательство народа и революции никогда не поймет и не примет ни одна идейная анархистка или анархист. Также и Джордж Оруэлл, повоевавший на стороне республиканцев, считал, что именно просталинская объединенная социалистическая партия Каталонии, отстаивавшая сталинизацию органов власти, катализировала конфликты между участниками Народного фронта. Эти конфликты, в свою очередь, привели не только к провалу революции, но и к поражению республики в гражданской войне. Несомненно, исход революции и гражданской войны в Испании был фактически предрешен на международной арене. Но выдающаяся храбрость испанских анархисток и анархистов, противостоящих мощной государственной машине, фашизму и большевизму, показала всем либертариям мира, какие новые возможности дала революция и женщинам, и мужчинам. Это открыло глаза миру на тот бездонный творческий потенциал людей, способных перейти на беспрецедентно новый уровень социального развития и творить свою историю снизу, а не по указке вождей. Именно этот революционный запал и мобилизация трудящихся женщин вдохнули жизнь в революционную антифашистскую организацию женщин «Мухерас Либрес». Организацию, по тем временам немыслимо прогрессивную и сыгравшую огромную роль в освобождении женщин беднейших слоев из патриархального гнета. В ходе совместной борьбы в профсоюзах активные участницы анархистского движения продолжали сталкиваться с махровым сексизмом, стереотипами и домогательствами своих соратников мужчин. К активисткам до сих пор не относились как к равным, игнорируя и обесценивая их вклад в общее дело. Кроме того, в профсоюзах и анархистских организациях продолжалась острая нехватка активисток женщин. Усилия по привлечению женщин в активистское движение часто не имели больших успехов из-за сексизма мужчины как следствие робости и страха женщин. Какая знакомая ситуация на сегодняшний день, не правда ли? Многие активистки отмечали, что хоть они и борются наравне с мужчинами, но мужчины всегда остаются лидерами, а женщины всегда лишь последовательницы. Это касалось и организации либертарной молодежи и самоорганизованных школ. Сексизм зашкаливал и там. Активистки рассказывали, что когда девушки ходили на собрания, парни часто начинали смеяться над ними еще до того, как они начинали говорить. В семье же ситуация принимала еще более печальный оборот. Фактически все опрошенные женщины жаловались, что какими бы прогрессивными анархистами ни были их мужья на улицах, дома они рассчитывали на роль хозяев. Такая позиция принималась даже некоторыми анархистками. Однако, согласно официальной позиции Национальной конфедерации труда, женщина была равной мужчиной и к ней следовало относиться как таковой и дома, и в движении. Сараговский конгресс мая 1936 года также категорично закрепил позицию равноправия. Но, несмотря на признание факта экономической эксплуатации женщин, в анархистском движении не было ни единого мнения относительно происхождения этой эксплуатации и способов борьбы с ней. Необходимость тинли женской организации лишь возрастала. Постепенно женщины начали осознавать и обсуждать свое угнетенное положение в жизни и в анархистском движении. Стали появляться женские группы, сообщества. Работницу устраивали профсоюзные собрания. Как пишет Марта Акельсберг в своей книге «Амухерес либрес» в террасе, например, группа работниц, входивших в подпольный профсоюз текстильщиков, начала проводить собрания еще в 1928 году. Именно благодаря этим собраниям, как утверждает Тересина Тореллис, участница группы, уже в 1931 году профсоюз начал выступать за право женщин получать равные с мужчинами вознаграждения за одинаковый объем работы, а также 8 недель оплачиваемого декретного отпуска. Активно в организации таких женских групп участвовали Лусия Санчес Сарниль, писательница и поэтесса, и педагогиня Мерседес Камапасада. Позднее к ним присоединилась врачиня Ампара Апочи Гаскон. Запомните эти имена. Этим трем женщинам суждено было стать инициаторками Мухерес-Либрес и редакторками одноименного журнала. Что характерно, участницы Мухерес-Либрес называли себя не основательницами, а именно инициаторками, что весьма по-анархистски витак, участницы боролись с возникновением иерархии и культа личности. У них не было ни начальниц, ни главных редакторов, ни каких-либо сакрализированных авторитетов. Фундаментом для будущей организации, в которую вошли и общины из пригородов Барселоны, и городские ячейки, стал митинг в 1936 году в центре Барселоны, который устроили активистки, чтобы рассказать людям о себе и своем деле, и тем самым дать женщинам возможность присоединиться. Поворотным моментом стал ответ в виде серии статей Луси Санчес Сарниль на статью секретаря НКТ Марьяна Васкеса о роли женщин в синдегалистском движении. В этих своих статьях Лусия окончательно сформировала свое намерение инициировать создание мухерес-либрес и жестко обличила сексистское отношение мужчин к женщинам в движении. Хоть на первый взгляд статья Васкеса и сочувствовала женщинам, затрагивала проблему их места в анархистском движении, однако заходить дальше Бакунинского решения проблемы гендерного угнетения у Васкеса желания, видимо, не было. Он писал, что для того, чтобы избавиться от патриархального гнета, женщинам нужно просто присоединиться к мужчинам в их борьбе за преобразование общества, и тогда все чудесным образом разрешится само. Но Лусия с этим заезженным и совершенно ограниченным представлением мириться не пожелала. «Прежде чем преобразовать общество, лучше проведите реформы у себя дома», писала она, указывая на то, что это анархисты что-то не очень заинтересованы в участии женщин в движении в качестве революционерок. Она настаивала, что, чтобы привлечь в движение женщин, к ним надо подходить на их условиях и относиться к ним как к товарищкам, равноправным и достойным. Далее Лусия в статьях обсуждала тему индивидуальности женщины, ее подчиненного материального положения и о том, что роль матери заслоняет сущность самой женщины. Васкес ответил риторикой в стиле «сама виновата». Мол, это вообще-то женщины как-то слабовато, права свои отстаивают. Нам-то, мужчинам, как всегда виднее, и мы непримерно научим вас как надо. Не стоит ожидать, писал Васкес, что мужчины сдадут свои позиции добровольно, равно как и того, что буржуазия выпустит из рук власть над пролетариатом. Освобождение рабочих должно быть делом рук самих рабочих. Соответственно, и эмансипация женщин должна быть борьбой самих женщин. Ну и как вишенка на торте, чтобы с этим бороться, Васкес предложил взять пример с буржуазной прессы и каждую неделю посвящать одну страницу женщинам в своей газете. Но Аусея лихо заткнула Васкеса за пояс и обличила мужчин, отказывающихся не только сотрудничать с женщинами, но и проявить хоть какое-то терпение и поддержку в их борьбе. Аналогии с буржуазией и пролетариатом, писала Аусея, изначально некорректны. Интересы буржуазии и рабочих фундаментально противоположны, в то время как у женщин и мужчин они общие. А на унизительное предложение Васкеса посвящать женской борьбе одну страничку в неделю, Аусея заявила, что намерена создать целый независимый журнал, посвященный исключительно женскому освобождению. Сказано – сделано. Первый номер «Мухерес Либрес», вышедший 20 мая 1936 года, был распродан почти мгновенно. Журнал должен был стать ежемесячным изданием, адресованным трудящимся женщинам, образованием которых движения пренебрегали, и нацеленным на пробуждение сознания женщин навстречу либертарным идеям. Все материалы были рассчитаны именно на трудящихся женщин, ощущающих свою классовую принадлежность и свойственные этому социально-экономические преграды. Самым удивительным в этом журнале было, пожалуй, стремление его авторок стать частью повседневной жизни читательниц, со всеми ее заботами и в то же время использовать любую возможность для воспитания в них культурной и политической грамотности. Были в журнале статьи на тему культуры, политики, событий в мире, различные антикапиталистические эссе и исследования, публикации на тему подчиненного положения женщины и многое другое. Но, что интересно, по крайней мере в первое время журнал не позиционировал себя как анархистский, дабы, как утверждали редакторки журнала, не отпугнуть женщин. Однако, либертарный характер содержания статей был очевиден с самого начала. Позже, с началом гражданской войны, антифашистская и анархистская агитация стала более яростной и главенствующей. Стоит заметить, что журнал не получал ни субсидий, ни экономической поддержки. Анархистки издавали журнал исключительно самостоятельно. Самые различные деятельницы и деятели профсоюза и ячейки помогали в распространении журнала. Что характерно, именно поддержка от местных групп, но не от крупных организаций. Преследовала Мухерес-Либрес на протяжении всей их деятельности. Однако, после начала гражданской войны, женские группы начали направлять свою деятельность уже совсем в другое русло. Активистки путешествовали по Каталонии и Арагону, помогая создавать колхозы. Они направлялись к линиям фронта и с помощью самодельных громкоговорителей призывали крестьяна и рабочих из провинции переходить на их сторону. Другие организовали конвои для поставок провизии в Мадрид. Группы Мухерес-Либрес создавались на всей территории, контролируемой республиканцами. Совместно с профсоюзами они открывали курсы по ликвидации безграмотности и обучали женщин различным ремеслам. Как вы понимаете, Испания остро нуждалась в организации, управляемой женщинами и направленной на женщин. Организации, которая бы не только на словах противостояла угнетению женщин, но также и занималась реальными делами. Такой организацией и стала Мухерес-Либрес. Уже к осени 1936 года, первые месяцы войны и социальной революции, Мухерес-Либрес развились в независимую организацию со своими целями и программами. Для Мухерес-Либрес критически важной была автономия, поэтому изначально они хотели стать отдельной, независимой от кого бы то ни было организацией, а не просто очередной женской группой в рамках какой-либо крупной организации с мужчинами во главе. Так, свое название Мухерес-Либрес – свободные женщины, инициаторки взяли вместо Мухерес-Либрес – либертарные женщины, чтобы было понятно, что хоть они и имеют идеологическую связь с либертарным движением, однако не подчиняются ему. Но, разумеется, несмотря на автономию, в основе аналитических трудов и программ Мухерес-Либрес, конечно же, лежал анархизм. Целью организации Мухерес-Либрес было освобождение женщин от тройного порабощения, как трудящейся, как женщины и как рабыни невежества. И Мухерес-Либрес и испанское анархосиндикалистское движение в целом полагало, что полноценное развитие каждой женщины зависит от того, насколько сильна ее внутренняя связь с остальными. Но в то же самое время анархистки признавали, что женщины смогут почувствовать себя деятельными и правомочными лишь в условиях самостоятельности. Одна из инициаторов Мухерес-Либрес поэтесса Лусия Санчес Сарниль в 1935 году писала «Я убеждена, что положение женщины в обществе, каким бы высоким оно ни было, должен определять не мужчина. Действовать по-анархистски значит позволить женщине использовать свою свободу без советов и принуждения, позволить ей двигаться в том направлении, которое подсказывает ей ее наклонности и способности». Поскольку Мухерес-Либрес активно участвовали и в революции, и в войне, они разработали ряд программ с двумя разными, но связанными целями. Подготовка женщин к революционной деятельности, а именно создание ответственной и сознательной женской силы и активное привлечение женщин в либертарное и антифашистское движение. Все это выражалось в создании школ, институтов, организации конференций, специальных курсов и программ для раскрепощения женщин, но об этом мы поговорим чуть позже. Стоит затронуть специфическое отношение участниц Мухерес-Либреса к феминизму. Часто Мухерес-Либрес представляют как феминисток, ведь они же боролись за права женщин, все должно быть логично. Вы, наверное, удивитесь, но подавляющее число свободных женщин отказывались определять себя как феминисток. И в этом была своя логика, конечно. Одна из инициаторов Мухерес-Либрес, анархистка Федерико Монсень, настаивала, что нужно стремиться не к равенству с мужчинами в рамках существующей системы, а к изменению структуры общества, которое освободит всех. Она утверждала, что феминизм, осмелюсь предположить, что Федерико имела в виду тогдашний либеральный феминизм, отстаивает равенство для женщин, но не бросает вызов устоявшимся институтам общества. Что ж, тут можно только согласиться насчет такого рода феминизмов реформистской и либеральной направленности. Такой феминизм просто по сути своей не способен на радикальное изменение социального строя. Он не способен дать женщинам неимущих классов освобождение на всех уровнях. Феминизм для герл-боссов, феминизм капиталистический, феминизм, не отрицающий логику властных отношений, немой выбор тоже. Тут еще важно понять, что настороженность к феминизму была также связана с осознанием себя как женщин рабочего класса. Потребности и опыт были несколько иными, чем у представительниц высших слоев общества, у буржуазных феминисток. Мне кажется очень важным один из их тезисов, который выразили они в следующей цитате. Мы не хотим установления женской иерархии вместо мужской. Только посредством общей борьбы и работы мы можем достичь социальной революции. Все дело в том, что анархистское движение, а значит и мухерес-либрес, признавало, что проблема состоит в иерархии в целом, а не в каком-то одном проявлении. Анархистки полагали, что необходимо бороться против всех видов господства, которые основаны на классовой принадлежности, против господства государства и господства по признаку пола. Они не хотели, как, например, марксисты, разобраться со всем этим как-нибудь потом, после революции, а настаивали на том, что пока существует государство, подчинение будет возникать вновь и вновь. Мухерес-либрес свои деятельности следовали следующим принципам. Первое. Невозможно отделять женскую проблему от проблемы социальной. Второе. Необходимо рассматривать сочетание экономического, культурного и сексуального подчинения в анализе гендерного угнетения. Третье. Нужно следовать идее, а не партийной доктрине. Четвертое. Нужно помогать женщинам стать индивидами, уверенными в себе личностями, которые не будут слепо следовать диктатуре организации. Уже тогда участницы Мухерес-либрес рассуждали на тему власти организации и партии над индивидуальностью, превращающих активисток в некий винтик, эксплуатирующий их на благо революции. Уже тогда активистки анализировали такие властные отношения и подвергали их жесткой критике. Мы не можем отделять женский вопрос от социального вопроса, так же, как не можем отрицать его важную роль в превращении женщины в обычный инструмент для какой-либо организации, даже нашей собственной либертарной организации. Намерение, побуждающее нас к действию, гораздо шире – служить идее, а не партии, раскрепощать женщину, сотворить из нее личность, способную сделать вклад в создание будущего общества, личность, научившуюся самоопределению, а не слепому следованию предписаниям какой-либо организации. В своих многочисленных программах и публикациях Мухерес-Либрес проводили анализ природы и истоков подчинения женщин-мужчинам, но не меньше их интересовал и потенциальный вклад женщин в революцию и создание нового общества. Так, например, Мухерес-Либрес подчеркивали связь экономического, культурного и сексуального подчинения. Они исследовали подчиненное положение и замужних неработающих женщин, и домработниц, и надомниц, и фабричных работниц. В соответствии с анализом отношений господства и подчинения с позиции анархизма, Мухерес-Либрес никогда не объясняли женское подчиненное положение каким-то одним фактором. Образование и наличие работы сами по себе не воспринимались как некие волшебные таблетки от эксплуатации. Поэтому уникальность программ Мухерес-Либрес состояла в том, чтобы сфокусироваться на преодолении каждого аспекта женского порабощения в их взаимодействии. Войну следовало вести по нескольким фронтам одновременно. Как позже вспоминала одна из гвадалахарских активисток свободных женщин Сусе Апарталис, именно на том, чтобы вытащить работающих женщин из рабского состояния и обретение ими чувства собственного достоинства, они сделали основной упор. На этом и на создании школ, в которых женщины могли бы учиться читать и писать. Я не могу сказать вам, сколько десятков тысяч женщин мы обучили читать и писать. Таким образом, всякий раз, когда мы создавали местное отделение, первой вещью, которую мы делали, было создание школы. Мы организовывали уроки сексуального воспитания для женщин. У нас были специальные классы, в которых преподавали женщины, и они даже пошли в больницы для практической работы. Мы выпустили серию связанных между собой брошюр и брошюр об отношениях между мужчинами и женщинами, которые мы отправили на фронт. Мы выпускали тысячи и тысячи брошюр. Далее мне хотелось бы рассмотреть основные направления практической деятельности Мухерес Либрес. К большому сожалению, у меня нет возможности детально рассмотреть все аспекты и направления организации, поэтому я затрону самые основные и знаковые. Именно образование стало одним из приоритетных направлений деятельности анархисток Мухерес Либреса в борьбе за освобождение женщин из-под гнета невежества. Это было жизненно необходимо для осознания женщинами своих возможностей и обретения знаний для построения нового общества. Образовательные программы были одними из первых инициатив организации и включали в себя множество компонентов. Одним из основных и наиболее широко распространенных проектов была борьба против безграмотности. Но были интенсивные курсы по всеобщей культуре, социальной истории, экономике и праву. В дополнение к курсам по обучению грамотности учебные заведения как в больших городах, так и в провинции предлагали курсы с техническим уклоном и программы по общественному устройству, под которым понималась ориентация на социальную и политическую сферы. Готовили Мухерес Либрес женщин и к работе в сельской местности, главным образом создавая экспериментальные станции для земледелия и птицеводства с целью передачи им знаний, необходимых для их участия в сельскохозяйственном производстве. Проводили Мухерес Либрес и курсы начального образования. Это было необходимо для воспитания сразу у целого поколения учительниц, которые учили бы детей в соответствии с запросами и требованиями нового общества. Очень важно указать и на такой чисто анархистский подход к образованию, как обучение в процессе деятельности. Даже когда женщины еще только развивали свои навыки и уверенность в себе, они уже участвовали в организаторской деятельности, для которой были необходимы эти навыки и уверенность. А поскольку фактически все активистки в либертарном движении были самоучками, Мухерес Либрес пришлось притворять в жизнь анархистскую теорию прямого действия и обучения в процессе деятельности. Мухерес Либрес Также настаивали на том, что труд особенным образом влияет на социальный прогресс и эмансипацию женщин, позволяя женщинам осознать себя полноценными членами общества. Такие программы должны были помочь женщинам превратиться в квалифицированных, хорошо оплачиваемых специалисток. И, что немаловажно, обучить их таким профессиям, которые ранее ассоциировались исключительно с мужским трудом. Такие программы стажировки часто представляли собой совместные проекты местных отделений, организаций и профсоюзных ячеек. Большинство курсов по обучению новым профессиям состояло из технического обучения или обладения навыками, но всегда совмещались с занятиями по общественному устройству, нацеленным на борьбу с прочими аспектами подчинения. Уже к июлю 1937 года Мохерес Либрес открыли технические училища, курсы шитья, запустили обучающие программы для надомниц и секретарш, мастерскую для текстильщиц, школы для обучения вождению и слесарному делу. Активистки свободных женщин также практиковали групповое воспитание детей, что в условиях войны было весьма актуально для работающих женщин. При этом они считали, что ребенок не должен подвергаться какому бы то ни было пропагандистскому воздействию. Были созданы мобильные детские сады для работающих мам. Уже на своем первом съезде Мохерес Либрес призвали к созданию при каждом предприятии центров ухода за детьми с комнатами для кормления. Помимо образовательных программ и трудовых аспектов, Мохерес Либрес в своих публикациях и программах уделяли много внимания сексуальному освобождению женщин. И хотя в некоторых статьях звучали призывы отменить двойные стандарты секса, ни в одной из публикаций не рассматривались вопросы женской сексуальности и свободы отношений. Как ни странно, но очерки о сексуальных вопросах в журнале Мохерес Либрес были довольно сдержанными. О свободной любви в них вообще не упоминалось, несмотря на то, что многие участницы Мохерес Либрес были полиоморками, а одна из инициаторов, Лусия Санчес Сарниль, была открытой лесбиянкой. Тем не менее, в журнале было несколько статей в явной форме критикующих брак. Большинство статей, поднимавших тему сексуального освобождения, касались секс-работы, анализа ее причин и поиска пути ее искоренения. Борьба с проституцией проходила через организацию центров для реабилитации бывших секс-работниц. В данных центрах женщинам предлагалась возможность обучения новым профессиям, благодаря которым они смогли бы зарабатывать на жизнь, не оказывая секс-услуги. Предоставлялись также и образовательные секс-просветительские курсы. Мохерес Либрес стремились раскрепостить женщин и обратить их внимание на половую жизнь и сексуальное удовольствие, организовывая курсы как для акушерок и медсестер, так и обучая этому простых женщин, которые почти ничего не знали о своем теле. Внедрялись и секс-просветительские программы, в рамках которых активистки говорили и о контрацепции и возможностях аборта. Несмотря на то, что на страницах журнала было много статей по уходу за детьми, а также организацией был основан первый родильный дом и дом материнства, необходимо отметить, что преданность идеи женщины-личности, а не матери, явно прослеживалась практически во всех изданиях Мохерес Либрес. Лусия Санчес Сарниль отмечала, что облик матери замещает облик женщины, функция уничтожает личность. Также и другие авторки Мохерес Либрес настаивали на том, что первостепенной задачей для женщины было развитие собственной личности. Так как в Испании полыхала гражданская война, важнейшей задачей Мохерес Либрес было обеспечение тыла. Это направление можно разделить на две категории. Программы для беженцев, предоставляющие временное жилье, школы и другие необходимые бегущим от войны взрослым, старикам и детям услуги. И помощь ополченцам, встреча с солдатами на фронте или в госпиталях, стирка или ремонт одежды. Вопрос, который обычно задают люди, интересующиеся Мохерес Либрес. Участвовали ли анархистки в боевых действиях в ходе гражданской войны? Ответ, конечно, утвердительный. Если в этом возникала необходимость, если та или иная женщина желала и могла сражаться, то она вступала в ряды ополченок. Но, как мы уже обсуждали ранее, часть мужчин-анархистов не были готовы к такому повороту событий и вызову гендерным стереотипам, поэтому ополченок часто стыдили и выдавливали с фронта на тыл. Однако Мохерес Либрес активно поддерживали женское участие в инициативах, связанных с ополчением. В журнале публиковались статьи об ополченках на фронте, а также о немногих женщинах, занимавших высокие военные посты. И, как минимум, некоторые из них явно ценили такую поддержку. Например, Мика Эчебеере – одна из немногих женщин-командирж республиканской армии. Кроме того, в Мадриде Мохерес Либрес организовали стрелковый полигон, где женщины могли практиковаться в стрельбе, а в Каталонии они основали секцию военных видов спорта, целью которой было подготовить женщин к ополчению, чтобы, если возникнет такая необходимость, они могли эффективно действовать даже на поле боя. Однако не все складывалось так гладко, и вся деятельность Мохерес Либрес происходила, по сути, не столько благодаря, сколько вопреки. Вопреки патриархальным стереотипам, нежеланию товарищей анархистов как-либо поддерживать своих соратниц, а также, что немаловажно, вопреки отказу либертарного движения в лице крупных анархистских организаций, признавать Мохерес Либрес полноценной организацией. Создание для решения проблем гендерного угнетения отдельных чисто женских союзов изначально осуждалось на основании анархистского тезиса о необходимости единства целей и средств. Противники автономных женских организаций утверждали, что анархизм несовместим не только с иерархическими формами организации, но и с самим существованием независимых групп, которые якобы подрывают единство движения. Поскольку цель анархистов состоит в создании галитарного общества, в котором мужчины и женщины взаимодействуют на равных, борьба за достижение этой цели должна вовлекать представителей обоих полов как равноправных товарищей. Они боялись, что организации, нацеленные на упразднение подчиненного положения женщин, поставят во главу угла не сходство, а различие между женщинами и мужчинами, а после революции это усложнит достижение общества всеобщего равенства. И все же при всех своих достижениях Мухерес Либрес так и не удалось в ходе войны стать полноправной частью испанского либертарного движения. Свободные женщины сталкивались с упорным сопротивлением других элементов либертарного движения. Их противники в рядах либертариев считали, что специфическая автономная женская организация только раскалывает движение. Очень сложно в полной мере осознать, насколько знаковую роль сыграла Мухерес Либрес в жизни женщин той эпохи. Да и сейчас, исследуя весь спектр деятельности этой легендарной организации, лично мне становится очевидным, что нам следует очень многому поучиться у испанских анархисток. Их глубокий анализ женского угнетения, передовые программы, организаторские способности и низовая структура просто поражают воображение. Просто вдумайтесь в это. Мухерес Либрес не обладали собственными значимыми экономическими ресурсами, существовали практически без внешней поддержки, но сумели мобилизовать и просветить более 20 тысяч женщин, женщин в основном из рабочего класса. Просто оцените масштаб. Более 20 тысяч женщин в течение каких-то трех лет получили реальные возможности и ресурсы жить достойно, развиваться, получать новые профессии и осваивать новые сферы общественной жизни. Мухерес Либрес представляет собой живой пример очень важных аспектов анархистской теории. Первый принцип. Коллектив силен настолько, насколько сильны его составляющие. Чтобы создать сильное анархистское движение, нужно поощрять и поддерживать женщин в реализации их полного потенциала. Второй принцип. Это важность прямого действия и самодеятельности для совершения революции. Мухерес Либрес не делали различия между пропагандой и организацией, между идеями и действием. Их идеи были сформированы на основе опыта, полученного на местах. И, наконец, третий принцип. Мухерес Либрес показали, что идеи не высечены на камне и не являются чем-то статичным. Их идеи росли и развивались, менялись во времени и становились влиятельными. После падения Каталонии в феврале 1939 года многие инициаторки, включая Лусию Санчес Сарниль, бежали во Францию и Мухерес Либрес как организация прекратила свою деятельность. 14-й номер журнала Мухерес Либрес еще печатался, когда пала Барселона, поэтому не сохранилось ни одного экземпляра. Всего два месяца спустя Испанская республика пала под натиском фашистских сил Франко, и возникшая в результате франкистская диктатура подавила и анархистское движение. Кстати, вы, наверное, видели это известное фото. Его еще часто называют символом гражданской войны в Испании. Бойкая девушка с винтовкой через плечо как бы вопрошает, а что ты сегодня сделала для революции, а? Фотография сделана 21 июля 1936 года в самом начале гражданской войны на крыше отеля Колон в Барселоне фотографом Хансом Гутманом. Родился он в Кельне, однако уехав снимать спорт в Барселону, оказался посреди гражданской войны и даже успел в ней поучаствовать в качестве военного инженера. А девушка на фото Марина Женеста. Во время войны она служила в интернациональной бригаде в качестве репортерки, переводчицы и помощницы Михаила Кольцова, корреспондента советской газеты «Правда» в Испании. Гражданскую войну, а также и Вторую мировую, Марина пережила и умерла 6 января 2014 года в возрасте 94 лет в Париже. Говорят, что она никогда даже и не держала оружие в руках до съемки. Однако известно, что буквально за несколько часов она все-таки пальнула из трофейного Ремингтона по случаю победы над восставшими в Барселоне генералами и едва-едва не зацепила местного постового полицейского. Вот такая история. Огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Спасибо и тем, кто пишет мне приятные вещи в комментариях. Это, правда, очень поддерживает и мотивирует. Пишите, что вы думаете об анархистках Мухерас и Либрас. Мне будет очень интересно почитать. Всем пока!